Бутовский полигон С 2003 года 255 из них канонизированы Русской Православной Церковью. На территории России нет другого места, где почивали бы мощи такого многочисленного собора святых. Бутовский полигон находится на земле бывшей усадьбы Дрожжина, известной с XVI века. Последним хозяином усадьбы был Зимин, старший брат владельца московской частной оперы «Зимина». После Октябрьской революции имение и иконный завод при нем были конфискованы в пользу государства. Завод поставлял лошадей внутренним войскам. До середины 30-х годов в Бутове размещалась сельскохозяйственная колония ОГПУ. В 1934 году почти все были выселены из этих мест. В конце 1935-го, в начале 1936 года, на территории бывшего имения Зимяных оборудовали стрелковый полигон Бутова, где сразу же начали проводиться расстрелы и захоронения репрессированных лиц. С августа 1937 по октябрь 1938 года здесь были расстреляны и похоронены 20 765 человек. После прибытия на Бутовский полигон осужденных заводили в барак, якобы для санобработки. Непосредственно перед расстрелом объявляли приговор, сверяли данные и наличие фотографии. Случалось, что казнь откладывали из-за каких-либо разночтений в документах, а иногда в единичных случаях даже отменяли. Приведение приговора в исполнение осуществляла одна из расстрельных команд группы из трех-четырех офицеров спецотряда, как правило людей со стажем служивших в органах ОГПУ НКВД со времен гражданской войны, имевших правительственные награды. В дни особо массовых расстрелов число исполнителей, очевидно, увеличивалось. На казнь из барака выводили по одному. Каждый палач ввел свою жертву к краю рва, стрелял в затылок с расстояния не более метра и сбрасывал тело в траншею. Далеко не всегда при этом присутствовали врач и прокурор. Первое время расстрелянных хоронили в небольших ямах-могильниках, которые копали вручную. С августа 1937 года, когда казни в Бутове приняли невиданные в мировой истории масштабы, экскаваторы карьерного типа выкапывали для этих целей траншеи шириной и глубиной в 3 метра, длиной от 150 метров. За день в Бутове редко расстреливали менее 100 человек. Бывали дни, как, например, 28 февраля 1938 года, когда казнили более 500 человек. Иногда, очевидно, приговоренных расстреливали в московских тюрьмах, а на Бутовский полигон привозили только для захоронения. На Бутовском полигоне были замучены 739 священнослужителей Русской Православной Церкви. 1 митрополит, 2 архиепископа, 4 епископа, 15 архимандритов, 118 протеереев, 14 игуменов, 52 иеромонаха, 363 священника, 60 деканов, в том числе 4 протодиакона и 1 архидиакон, 10 монахов, 58 монахинь, в том числе 3 схемонахини, 14 послушников и послушниц, 8 священнослужителей без уточнения сана. За веру на Бутовском полигоне были расстреляны 219 мирян, псаломщики, чтецы, регенты, певчи, церковные старосты, иконописцы, члены церковных советов, уборщицы храмов, церковные сторожа. В 1995 году Бутовский полигон передали Московской патриархии. По проекту Шаховского был воздвигнут деревянный храм во имя новомучеников и исповедников российских, освящен в 1996 году, настоятелем которого стал внук расстрелянного здесь священномученика протеерея Владимира Амбарцумова, ныне протеерей Кирилл Коляда. На Бутовском полигоне было казнено много почитаемых иереев священномучеников. На архиерейском юбилейном соборе Русской Православной Церкви 2000 года были канонизированы 120 человек, расстрелянных на Бутовском полигоне. За последующие годы число канонизированных бутовских новомучеников удвоилось.